Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Галина Кочарова. Сегодня последний день агитации за кандидатов в депутаты законодательного собрания Челябинской области. Напомним, по закону все предвыборные призывы и лозунги запрещены за сутки до начала голосования. Завтра южноуральцам предстоит окончательно определиться в своих пристрастиях. Избирательные участки в Магнитогорске откроются в воскресенье в 6 утра и будут работать до 20.00. В течение всего дня мы будем информировать горожан о ходе выборов. Смотрите прямые включения на телеканалах «Россия» и «Первый». Точное время вы узнаете из вечернего выпуска новостей. Через несколько часов глава Магнитогорска отправится с инспекцией по нескольким городским объектам. Сначала в поселке Цементный проверят готовность избирательных участков к голосованию в воскресенье. Затем предстоит открыть новый рынок в правобережном районе «Радуга Вкуса». В первой половине дня Евгений Карпов успеет осмотреть и новые трамвайные вагоны, которые будут курсировать по маршруту Коробова-Зеленый Лог. 12 новых машин приобретены для коммунальных служб Магнитогорска. На эти цели из городской казны выделили 12 миллионов рублей. Поводом к принятию этого решения послужил снегопад 22 октября. Когда катастрофически не хватало уборочной техники, та, что есть в наличии, устарела на 80%. Новая техника подходит для круглогодичного использования. Она маневренная и может работать внутри кварталов. Машины соответствуют всем современным требованиям и стандартам. Комфортные кабины, очень обзорные, позволяющие оператору работать и видеть всю технику, тем более в нашем городе сейчас с такими пробками. Это очень тяжело следить машинисту. Техника должна обновляться, мы не должны успокаиваться на достигнутом. Тем более, что современная техника каждый год должна появляться. За счет приобретения этой техники мы снимем очень много проблем, которые могут быть у нас. Сегодня в Театре куклы и актера Буратино генеральная репетиция сказки «Маленькая метель». Новое руководство театра решило вернуть былую славу Буратино. Кукольных премьер здесь не было давно. От такой работы отвыкли и актеры, и художники, и бутафоры. Так что к новой постановке приступили с желанием, решили проблему и с режиссером. Пригласили из Петербурга режиссеру Ольгу Игумнову. Мы сошлись на таком хорошем компромиссе. Я, побросав своих очаровательных внуков, рванула к вам в Магнитогорск. И предложила вот такую трогательную, наивную, детскую совершенно историю. «Маленькая метелица» авторская работа Ольги Игумновой написана 30 лет назад специально для гастролей в Финляндии. В Буратино работали над спектаклем всего две недели. Премьера запланирована на 24 декабря. Сегодня выйдет в эфир очередная, на этот раз, итоговая программа «Кофе-брейк» с Игорем Гурьяновым. Автор в преддверии Нового года решил несколько отойти от привычного формата. У одних предвыборные хлопоты, у других, опять же, предновогодние итоговые хлопоты, не до кофе. Я даже Деда Мороза нашел с настоящей бородой. Ну и того, в самый последний момент отвлекли редакционные дела. Вот мы и решили с моим режиссером Светланой Гондаренко, а почему бы не сделать некую ретроспективу трехмесячного существования в эфире нашей программы и пригласить на предновогоднюю чашку кофе всех наших героев. Заключительный в этом году кофе-брейк смотрите сегодня на 24 телеканале в 21.15 и завтра в 16.20 на телеканале «Россия». И о ситуации на финансовых рынках. Американская валюта подорожала на 8 копеек. Сегодня она стоит 28 рублей 84 копейки. Курс евро 34 рубля 11 копеек. Таким образом, евро подешевел на 9 копеек. На финансовом рынке доллар по-прежнему уступает евровалюте. Курс евро к доллару колеблется в районе 1 доллара 19 центов. Индекс российской торговой системы повысился и сегодня его показатель 1105,27 пункта. Какая погода нас ждет сегодня? Через несколько секунд мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и добрых вестей! Синоптики прогнозируют в Вершанпенуазе сегодня днем минус 7, минус 9 градусов. В Кизильском температура воздуха 5,7 ниже 0. В Верхнеуральске 8,10 мороза. В Новообзаково минус 6, минус 8 градусов. А в Магнитогорске переменная облачность без осадков. Днем минус 5, минус 7 градусов. В прямом эфире из Москвы информационный канал «Доброе утро, Россия» в студии Ольги Теплова. И Владислав Коп. Продолжаем главными новостями к этому часу. В Санкт-Петербурге на территории музея-заповедника Петергов произошел крупный пожар. Сильно пострадал фермерский дворец. Это памятник архитектурно-паркового ансамбля, любимая резиденция царя Николая I. Выгорело 1 200 квадратных метров. По предварительной версии пожар произошел из-за сварочных работ. Этот инцидент для музея-заповедника происшествие чрезвычайное. Дело в том, что дворец был почти отреставрирован и должен был открыться летом. Сегодня Михаил Мень официально вступает в должность губернатора Ивановской области. Церемония инаугурации пройдет в Большом зале законодательного собрания. Кандидатуру Меня предложил президент. И 22 ноября ивановские парламентарии ее утвердили. На посту главы региона Михаил Мень сменяет Владимира Тихонова, который досрочно сложил в себя полномочия по состоянию здоровья. Елочный базар в Иерусалиме. Власти города ежегодно накануне праздников раздают рождественские ели всем желающим. Причем бесплатно. Воспользоваться такой возможностью в старый город в этот раз пришли десятки людей разных вероисповеданий. Акция задумывалась как способ объединения представителей всех религий, для которых Иерусалим считается святым местом. Тут же рядом с пунктом раздачи осчастливленные жители и гости древнего города поздравляют друг с другом с наступающим Рождеством и приглашают в гости. Рождественская лихорадка докатилась и до Китая. Там почти до неузнаваемости преобразили целый мегаполис. Хуахай-Роу, так иностранцы называют главную улицу бизнес-столицы Китая, Шанхая. Именно здесь расположены самые дорогие бутики и представительства всемирно известных компаний. Теперь все эти здания засияли разноцветными огнями. В Поднебесной готовятся к Рождеству. Вместо клерков на улице теперь можно увидеть разве что Санта-Клаусов. Да и те не столько отдыхают, сколько всем своим видом призывают стремиться вверх, чтобы достичь большего. Как рассказывает Си-Си-Ти-Ви, праздничное убранство останется в городе как минимум еще на пару месяцев, до окончания торжеств по случаю наступления китайского Нового года.